Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. 1 августа, последний конец месяца и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на рынке. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар по паре евро-доллар. Вчера во вторую половину торговой сессии мы видели уже обновление локальных максимум в предыдущей торговой неделе, то есть импульс на укрепление сохраняется и ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма мы можем отметить на минимальных значениях, которые были показаны вчера, это отметка 1.1719. На текущий момент тенденция на укрепление и движение в сторону 1.19-1.20 по паре евро-доллар сохраняется. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Сегодня уже с утра были обновлены локальные максимумы понедельника, доходили до отметки 1.3220 и тенденция на укрепление сохраняется. Ближайший краткосрочный уровень разворотный по паре британский фунт и американский доллар располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это отметка 1.3096. Пара австралийский доллар на текущий момент также продолжает свое восходящее движение, пока не обновили максимальное значение 27 июля, но тем не менее тенденция на укрепление остается в приоритете. Ближайший разворотный уровень на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы можем отметить на локальных минимумах, которые были на прошлой неделе в области минимумов 28 июля, отметка 79.38. Ближайшая цель по движению это уход выше отметки 80.63. Пара американский доллар и японская иена также продолжает снижаться. Целевая область находится по ценам 108.90. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на максимальных значениях, которые были вчера, это отметка 110.78. Тенденция на ослабление также сохраняется. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент находятся в боковом тренде. Для того, чтобы подтвердить настрой движения дальше по нисходящей для американского доллара, паре необходимо уйти как минимум ниже отметки 1.24.18. Это минимум, который был зафиксирован в пятницу и в четверг на прошлой неделе. На текущем моменте, если говорить о возврате к покупкам, то первым сигналом будет уход выше максимальных значений, которые были вчера. Ну а более значимым будет уже закрепление за максимумы прошлой торговой недели, максимум 28 и 27 июля. Пара еврофонд вчера к концу торговой сессии смогла закрепиться выше отметки 89.56. Поэтому в рамках краткосрочной тенденции мы можем говорить о продолжении восходящего тренда. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара уйдет ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, 31 июля, в области 89.29. Золото также продолжает свой рост. На текущий момент ближайший разворотный уровень остается все так же на минимуме 27 июля. Для того, чтобы мы смогли его скорректировать и привнести уже ближе по направлению нашего движения, то здесь нужно увидеть как минимум закрепление выше максимальных значений 28 июля. И тогда данный уровень мы можем скорректировать на минимум, который был отмечен вчера в области 1265 долларов за тройскую унцию. Движение к целевым значениям в область 1295 по золоту также сохраняется. Нефть марки Brent продолжает рост. Вчера обновили локальный максимум, доходили до значений 53.16. Ближайший разворотный уровень по данному активу находится в области 5202. Напомню, что в данном случае до тех пор, пока пара торгуется ниже отметки 5466, это максимум, который был зафиксирован во второй половине мая, то тенденция остается пока в приоритете нисходящей. Сейчас мы видим коррекцию в рамках краткосрочного и среднесрочного таймфрейма. По индексу DAX тенденция на ослабление продолжается. Ближайшая цель по данному активу – это закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера и в пятницу. Отметка в области 12089. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового месяца и увидимся на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok